Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятия, какие были в Потеряевке с 91-го года, на улице, тематические. Много там крапивы. Эта тема называется «Крапива». Слово «крапива» встречается в Библии пять раз, и каждый раз только как символ запустения наказания. Осия 9.6. Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива. Колючий терн будет в шатрах их. Притча 24.30.33. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот, все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Посмотрим, как вокруг крапива на поле. И уже характеристика написана. Так поучает Соломон. Крапива говорит о плодородии почвы. Она любит железо. Где кузница? Корни у нее, как гнилье. Ее легко выкорщевывать. Но она в любую засуху как-то добывает воду. И вот мудрец заходит с одного края поля, все заросло, и не видать, есть ли что в огороде. Виноградник не обрабатывается, а ограда, как у Кирилла. Везде свободный вход, со всех сторон скотина может пройти к нему. Нежилым пахнет. Живут ли тут люди? И урок получишь неплохой. То есть, как не нужно делать? Какой у него парник? Сравни. Так ли у Гали Глушковой? У нее все плодоносит. Хотя ограду муж и не может еще сделать. То есть, потеряевки идут занятия, а конкретно говорю к людям, они тут же сидят и слушают. И похвала, и порицание. Исайя 34.13. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердынь ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. Сначала отучили людей молиться, а потом и трудиться. Как будто о заводных российских, о северных городах, о тысячах деревень порушенных. В одном только Алтайском крае таких, крапивой заросших, сел 330 скинуло. Благодаря передовому мучению мракобесов коммунистов. Россия заселяла и окраины российского государства. А это сумела так обезлюдить, что и завоевывать ее незачем. И защищать некому. Но вот здесь поселились христиане. И все благословенно стало. Это во славу Христа. Это и у нас знамение Господне, что на месте крапивы растет полезное. Исайя 55.13. Вместо терновника вырастет кипарис. Вместо крапивы вырастет мирт. И это будет во славу Господа, в знамении вечное и несокрушимое. Сафония 2.9. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Муав будет как Содом, и сыны Амона будут как Гаморра, достоянием крапивы, соляной рытвеную, пустынью навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Россия всегда была балансиром мира, как преграда всемирному злу, Чингисхана, Наполеона, Гитлера. Слово крапива идет рядом со словом терновник. Все заросло крапивой и терновником. Это слово встречается в Библии 14 раз. По медицинскому обслуживанию мы стоим на 72 месте. Срок жизни уменьшился на 8 лет за время перестройки. Крапива и терн заглушили все. Плохой был царь Николай. Нашли себе получше. По прихоти своей поставили картавого. И терн увил колосья на гербе. На гербе. Уничтожили лучших людей в России. Огонь вышел из среды терновника. Судьи 9.14.15. Наконец сказали все дерева терновнику. Иди ты, царство над нами. Терновник сказал деревам. Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Исайя 7.23. И будет в тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу сребреников, будет терновник и колючий кустарник. Вергли страну в гражданскую войну, в голод. Исайя 7.24.25. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались, борозниками не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Исайя 9.18. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащих леса, и поднимается столбы дыма. Исайя 33.12. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Составили Варшавский договор. Соединились союз, нечестие на нечестие. И вдруг все перевернулось и рассыпалось. Наума 1.10. Ибо сплетшиеся между собой, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожирны будут совершенно, как сухая солома. Матфея 7.16. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смокв стерновника и не снимает виноградника с кустарника. Винограда. Винограда с кустарника. Атеизм расплодил сквернословие. Газеты пишут сейчас, как на совещаниях матюгались Сталин, Хрущев, Брежнев. Кто-нибудь читал, чтобы царь Николай II или Александры цари матерщинствовали. Заменили попов парторгами. Сравни нравственность одних и других. Положительным смыслом ли терновник взят только один раз. Это нашим каноны, заповеди, предохраняющие зверей от воров, от грехов, от поруганий виноградника. Сирахон 28.27. Смотри, огради владение твое терновника. От царя никто не мог сказать, что он был развратник или матерщинник. А сколько давали народу обещаний. Лозунги терновные и крапивные обжигали всю душу и внутренность. Каждому по потребности, от каждого по способности. Ничего лживее, циничнее, более наглого или открыто надругательного нельзя было даже придумать. Ну как трафаретно, пошло звучит. И ведь миллионы людей разину в рот сжрали эту крапивную живность. Способности развивать нужно минимум 15 лет. И потом всю жизнь учиться. А потребности уже в люльке начинают в другую сторону развиваться. Дай, дай, дай. Ни одной страны в мире нет, чтобы такие сокровища Бог дал. Как бы одним взмахом руки. И вот все это заросло крапивой и терновником. Евреям 6.8. А производящая терния и волчцы негодной, близка к проклятию, которого конец сожжения. Третья ездра, 16.33. Земля останется в запустении. Поля ее заглохнут. Дороги ее и все тропинки ее зарастут терном. Потому что некому будет ходить по ним. Наша человеческая природа прообразует нашу земную сущность. Мы похожи на терновые кусты и на крапиву. В терновом кусте, в купине, Бог явился Моисею. Лука 20.37. А что мертвый воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Аварама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Исход 3.2. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Это означает Божию Матерь, наше естество, которое осталось неповрежденным в девстве ее. Необихоженная земля. То есть сердце человека все для тех, кто знает со статями. Грехи наши, дурные привычки, все это терновник колючий. И колит очень больно нас дьявол через удаление от Господа. Притча 22.5. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. С тобой, говорит, улыбается, а сам строчит рапорты, доносы в милицию на тебя. Его ждут сети и терн. А ты подальше от него держись. Иногда человек говорит, что неверующие лучше верующих. Библия утверждает иначе. Песни 2.2. Что лилия между тернами, то возлюбленная между девицами. Для Бога настоящие его последователи лилии, а настоящие неверующие терновник колючий. У меня учился племянник Рома. Ходил в первый класс в Барнауле. И приходит из школы в плевках, оплеванный. Его дети кличут Иисусиком. Я сходил в школу, поговорил с обижающими. Ты лучше его бьешь. Ты лучше его бьешь, пьешь на него. Я понял. Смотрите. Понял, так ты пошел бы. Какие поношения, пошел бы. Какие поношения терпят верующие за свою принадлежность к Христу. И в армии такое же отношение к верующим, только потому, что они не такие, а тихие, безответные. Матфея 7.6. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и обратившись, не растерзали вас. Таким нечестивым раз-другой сказал, и отойди от него, потому что семя не вырастает, а глушится. Иеремия 4.3. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы, и не сейте между пьернами. Не отдавайте своих дочерей и сыновей за неверующих. Погибнут эти всходы. Они изранены и избиты будут. Погибнут задавленные. Через неделю уже будет полно разочарования. За согрешение земля произвращает терную крапиву, которая жалит. Грех сам произрастает в любом младенце, где нет благодати. Бытие 3.18. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. И пытаются безбожники строить свои жертвенники, свои учения броксизма и ленинизма. Будут высшие партийные школы. И комсомольские вожаки нравственности пытались дать плоды христианские. Любовь, доброту, скромность. Но произрастет сорняк. Остя 10.8. И истреблены будут высоты Авена. Грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их. И скажут они горам, покройте нас, и холмам падите на нас. Эти растения стали задавливать злаки только после согрешений. Точно так же, как и хищные животные стали истреблять травоядных только после согрешения человека. А до этого жили вместе и не вредили одно другому. Так будет вечности снова. Римляна 8.21 Что и сама тварь освобождена будет от рабства, от ленью, в свободу славы детей Божьих. Исайя 11.66 Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козеленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. Исайя 65.25 Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Где же росла тогда крапива в раю? Где-то что-то ограждало, а может и не жалило так больно. И была, как и хищные животные были травоядными, так и она была для украшения. Посмотрим, какая она высокая, как фотогенично смотрится. По всему стеблю у нее крылышки из лепестков. Крышки. Крышки из лепестков. И какая она живучая, и как умеет за себя постоять. Вот этот стебель уже неделю назад был выдран. А вот прислонил руку, и так приятно щекочет. Она дает знать, что она не мирт и не лилия. Если между крапивными кустами попадет пшеничка. Пшениченка. Пшениченка. Что там будет? Лука 8.7 А иной упала между тернием, и выросла терния, и заглушила его. Сегодня безбожники высоко держат голову, как крапива. Угрозу за угрозой посылают на пшеничное поле. Что заполнят они все. Что верующих будут по телевизору показывать, как обещал последнего попа, показать бесноватых хрущев. Да сам и ушел в небытие. А церковь Христова говорит, горит всеми огнями, как многопалубный корабль в море житейском. А нечестивцы будут все брошены в огонь. Наум 1.10 Ибо сплетшиеся между собой, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Терновникам наказывали противников. Когда терновник сухой, он такие вонзившиеся колючки в теле оставляет, и они гноятся. Из такого терновника и сплели терновый венец Христу, судей 8.6. И взял старейшин города и терновник пустынный, и зубчатые квалатильные доски, и наказал ими жителей Сокхофа. Голыми телами по колючкам волокли, и так мучили до смерти верующих христиан. Даже позволил бог с терновного коммунистического учения собирать плоды, но они все были горькие и тяжкие. И не могли они более 72 лет даже сами глотать эту горечь. Отказались от руководств этой бесовской идеи, сделать счастливыми человека без бога. Матфея 7.16. По плодам их узнайте их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника Смоквы? 12.14. Был тут о днях Петренко. Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич. Идеолог алтайских коммунистов. И говорит. Мы же имеем те же самые идеалы, что и христиане. Вы читали когда-нибудь кодекс строителя коммунизма? Читал. Там есть строка о ненависти к инакомыслящим. Вот вы и доненавиделись. А доказать-то никому и ничего не могли, кроме того, что вы дикие звери и змеи ползущие. Это я ему отвечаю все. Слово Божие так написано, что куда бы ни глянул, везде тебе криком кричит природа во всем, что вокруг нас есть. Посмотрел на крапиву, и тут же тебе и притча. 15.19. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. В наших местах нет терновника. Для нас это крапива. И не удивляйтесь, что вроде бы я произвольно, надуманно это толкую. Переводчики были еще более связаны местными условиями. При переводе даже Господней молитвы Отче наш. Когда якутам стали переводить хлеб наш насущный, они не могут понять, о чем это, что это за хлеб и как он выглядит. И им переводчики перевели сушеная рыба, юкола. Вполне даже прилично. Когда между собой разговаривают безбожники, то посмотрите со стороны, как это выглядит. Они выгибаются, хватаются за животы, смеются, как кваканье какое-то раздается. И не над чем-то гогочут, а будь твердо уверен, что это они о блуде хохот устроили. Это им понятно. И это только им и понятно. И им приятно купаться в гной разврата. Этим они себя и развращают. Иглезиат 7.6. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Иуда 1.10. А сие злословие то, чего не знает. Что же по природе, как бессловесное животное знает, тем расливает себя. Ты же представляешь, что это треск горящего терновника крапивы. Они уже на земле сгорают от своего языка. В крапиве есть витамин Е. Его рекомендуют давать беременным животным. Надо полагать, что и человеку это не повредит. Свиней кормят здесь крапивой. И много тут свиней. Не потеряю кого же, а Гадаринская провинция. Только бы бесноватых не было. А то свиньям нашим каюк. Все бросятся в наши пруды. А вы все запроповедуете по окрестным селам. Крапивой нужно кормить на свадьбе молодоженов. Может потому у нас так много ребятишек в общине. Не вино, а крапива у нас имеет воспитательное значение. Когда-то была железная дорога по Китаю. КЖД. Это и у нас теперь есть. Крапива. Ж. Ну, задницу драть. Да. Тоже КЖД. Крапива, когда сжалит тело. Она дает ему как бы массаж. Пользуя телу и душе. Из нее умеют крапивные мешки делать. Она коноплевое растение. Салаты разные. В лекарства. Двудомная крапива идет. Есть еще маленькая, около 20 сантиметров. Ее парились в бане. От радикулитов и прочих хворей. Есть городишка, крапивина. Есть птичка, крапивник. Все. Дальше, как видно, что не закончено. Но слава богу. Я сейчас заканчиваю. И потом начнем события дня сразу. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова